Сегодня в России отмечается День тренера. Поздравляем всех причастных. И у нас в гостях фитнес-тренер, участница чемпионата России по бодибилдингу Валентина Москаленко. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как вы решили связать свою жизнь со спортом? Всегда хотелось иметь красивое тело. Была такая определенная картинка в голове. И на мой взгляд, у меня был достаточно лишний вес в школьные годы. В принципе, это привело меня в спорт, к физической активности и, соответственно, в тренажерный зал. Каким достижением в карьере вы больше всего гордитесь? Пятое место на чемпионате России по бодибилдингу в 2022 году в Москве в категории артистический фитнес. Что больше всего вам нравится в работе тренером? Потому что вы в любом случае работаете с людьми, и наверняка это безумно тяжело. Это тяжело, но все люди интересные. Я очень люблю работать с людьми. И люди все интересные. И у меня на самом деле все подопечные очень хорошие, очень интересные такие люди. Наверное, это и нравится. Именно работа с людьми? Именно работа с людьми, да. Я получаю огромный такой энергообмен во время работы. Знаю, что вы долгое время работали в МВД. И расскажите, почему вы выбрали спорт, и как происходил вот этот путь переключения вообще в абсолютно другое направление? Если можно так сказать, путь переключения был достаточно болезненным, потому что система МВД, она откладывает свои отпечатки. Почему, в принципе, спорт и как вот эта фитнес-индустрия, это своего рода тоже система. Никаких спортивных достижений без системы, без системного подхода не будет. И я могу так сказать, что это немножко по судьбе. И тут еще эта деятельность как будто выбрала сама меня. Меня все подталкивали многие обстоятельства к этому. Вы работали какое-то время с детьми. Расскажите про это время. Тяжелее тренировать детей или работать со взрослыми? Во время того, когда я работала в МВД, это было в городе Неман, я вела цирковую студию. У меня было порядка 28 человек по списку, там было на лицо 25 группа. Это было прекрасное время, на самом деле, первый опыт преподавания. И я хочу сказать, что что со взрослыми, что с детьми, работать одинаково. Одинаково сложно и одинаково просто. Здесь вопрос в преподавании. Что взрослого человека нужно научить, но со взрослыми немного сложнее. Их где-то нужно переучить. С детьми в этом плане проще. Но по факту подход должен быть индивидуальный, что к ребенку, что к взрослому. Ну вот, например, дети, они же хотят гулять. Им вот эти тренировки, они по сути не нужны. Как мотивировали детей? Здесь нужно заинтересовать, здесь нужно быть авторитетом, здесь ты должен быть примером для них. Дети чувствуют, когда ты относишься к ним с точки зрения, как ты относишься к ним, как к полноценным людям, как к личностям. Они очень сильно это чувствуют. Когда ты для них авторитет, они на тебя смотрят, хотят повторить и будут это слушать. И тут еще я всегда говорила о том, что каждый ребенок, самый лучший ребенок, есть только взрослые, которые не могут найти подход к некоторым детям или ленятся это делать. И когда ты подходишь к преподаванию детям с точки зрения, что это лучший ребенок, это личность, то тогда все получится. Мы затронули тему педагогики. Расскажите, вот как вы считаете, нужно ли педагогическое образование тренеру? Возможно. Я, честно говоря, затрудняюсь ответить на этот вопрос. Но, допустим, именно преподавание и опыт работы с детьми очень помогают в тренерстве. Потому что как и к детям, так и ребенка, так и взрослого нужно заинтересовать. У него нужно вызвать вот этот неподдельный интерес к тренировкам, к тренировочному процессу, объяснить, почему это хорошо, запустить вот этот вот некий азарт, азарт достижения каких-то целей поставленных, да, или образования новых целей, еще больших вершин. Ну, то есть такой момент. Вы участвовали в чемпионате России по бодибилдингу в 2022 году. Расскажите, что дает участие в конкурсах, чемпионатах, или зачем вообще участвовать спортсменам в этих конкурсах? Что дает? Это выбор каждого, во-первых, да. Это не обязательно делать всем тренерам. То есть это на самом деле собственный выбор. Для меня соревнования — это дисциплина, это цель, это такой определенный путь. Дает это медийность, это дает именно... Я могу показать своим подопечным эту картинку, я могу показать своим подопечным, как происходит трансформация тела. Я могу на своем примере, выйдя на соревнования, показать, каким может быть тело, и что на самом деле возможно все. Потому что из моих исходных данных получится именно вот в такой форме. Ну, это стоит достаточно вот дорогого раз. И это не очень понятно людям, которые меня знают очень долго, и которые видели меня разную. Что вообще... Как происходит подготовка к конкурсу, к чемпионату, и за сколько времени вы начинаете готовиться? За сколько времени и, в принципе, как? Это все индивидуально на самом деле. Я сейчас приведу некоторые примеры. Допустим, я уже находящаяся в режиме, как спортсмен... Как считаю себя выступающей спортсменкой, да, пускай я пропустила даже там некоторые сезоны, мне нужно намного меньше времени подготовиться к выходу, к старту, нежели это будет новичок, который решил там, допустим, а не выступит ли мне, допустим, в категории фитнес-бикини. И вот она только-только начала ходить в зал. Ей, конечно, надо год-полтора. Если я постоянно нахожусь в режиме, то мне нужно порядка четырех месяцев, чтобы сделать форму действительно очень-очень хорошей, при условии, что все сопутствующие факторы этому способствуют. Расскажите про свой подход на тренировках. Есть ли какие-то личные техники обучения? Личных техник обучения как таковых, как бы их нет. Я все-таки за базовые упражнения, но я уделяю огромное внимание при проведении тренировок именно к ощущениям. Нейромышечная связь, есть такое понятие, я уделяю этому особое внимание на самом деле, чтобы человек понимал, какой мышечной группой он работает в том или ином упражнении, чтобы он включал именно мышечную группу при выполнении упражнений, а не суставы, да, и не разбивал суставы. То есть такие моменты. Моя задача обучить делать правильно и чтобы человек понимал, что он делает и для чего. Напомним, у нас в студии Валентина Москаленко, фитнес-тренер. И хотелось бы продолжить наш разговор. Зачем вообще нужен тренер? Сейчас в интернете очень много всяких программ. Для чего нужен именно тренер? Тренер — это, если мы начнем, да, с истоков, то есть для некоторых это будет вопрос мотивации. В одиночку ходить в зал некоторые не могут, чисто психологически они не могут тебя заставить. Но когда они находят для себя тренера, который подходит им, с которым у них такой установлен коннект, и здесь я немножко уйду от темы, каждому тренеру свой подопечный и каждому подопечному свой тренер. Вот этот именно человеческий фактор, он очень важен на самом деле. И человек ищет в этом мотивацию прийти в зал. Ему нужен человек, который будет его там ждать, который ему покажет, который его направит. Это первое. Второе. Тренер. Без тренера вы, возможно, сделаете какие-то ошибки, какие-то ошибки, которые, не дай бог, могут привести вас к травмам. Это еще один момент. И самое главное, тренер – это своего рода преподаватель, это учитель, который, опять же, научит вас делать правильно, делать так, как нужно. Кроме техники выполнения упражнений, да, тренер даст вам еще именно по режиму питания, по режиму дня и по всем остальным нюансам именно тренировочного процесса и вообще в общем режима. Он вам даст информацию. Плюс ко всему, возможность подвигнуть вас к изменению образа жизни в целом. Тренер – это не только про постановку техники и именно расписать план питания. Тренер – это нечто большее в некотором случае. Это, возможно, даже ваш какой-то уже психолог. Вы туда приходите, для вас тренировка становится средством саморегуляции, вы уже там отдыхаете, но это все работает тогда, когда вам комфортно находиться там на тренировке. Ведь человек, который никогда не занимался спортом, вот он и так выходит из зоны комфорта. Для него просто выйти из дома со спортивной сумкой и прийти в зал – это уже подвиг. А если ему будет некомфортно еще и там с тренером – нет, он должен туда идти с радостью. Вот меня там ждет мой тренер, сейчас будет тренировка, я расскажу вот это, вот это, мы обсудим вот это, вот это. И в комфортном, вот в этом ключе и результат будет намного быстрее и приятнее. С каким запросом чаще всего к вам обращаются люди, которые приходят на тренировки? Запрос – это или у нас набор индекса, увеличение индекса массы тела в пользу мышечных объемов именно, либо это уменьшение индекса массы тела. Не люблю слово «похудеть», поэтому использую именно эту формулировку. но это всегда запрос один, улучшение именно формы, улучшение фигуры, сделать себя красивее, сделать свою фигуру более привлекательной. То есть вот такой запрос всегда. Как правильно выбрать фитнес-тренера? На самом деле тут тренер должен подходить вам, вам должна подходить его методика. Вы выбираете, вам должно быть максимально комфортно заниматься, вам должны объяснить, зачем это упражнение, даже если оно вам не нравится, это упражнение, но вам потом понравится. Я всегда своим подопечным так говорю. как выбрать фитнес-тренера? То есть можно смотреть на образование, там, да, вот это сертифицированный фитнес-тренер. У него куча сертификатов, закреплено, там, допустим, где-то в социальных сетях, в актуальных. Но по факту ты приходишь к тренеру, к этому тренеру, да, и он не может тебе ничего дать. Но мы видим, допустим, другой пример. Это тренер, у которого достаточно много подопечных, у него есть какие-то свои спортивные достижения, что, кстати, тоже не показатель. Ты можешь быть хорошим спортсменом, но можешь и не быть хорошим тренером, да. Я бы, допустим, смотрела на подопечных, то есть, именно это подопечные. Первое, как выбирает подопечный тренера, это все равно такой вот этот человеческий фактор, именно такой коннект. Когда энергетический человек подходит, тогда уже человек к нему приходит и смотрит дальше. Нет каких-то критериев по выбору именно. Какая сейчас тенденция именно в нашем регионе и много ли калининградцев занимаются спортом? Достаточное количество вот на данный момент в принципе вся вот эта фитнес-индустрия, здоровый образ жизни, он набирает особую популярность, что не может не радовать. Все стремятся улучшить свое качество жизни путем того, что они улучшают там, да, свое самочувствие, свои внешние данные. И это все все-таки набирает свои обороты. Ну, все-таки вот эта эстетика красивого тела и само желание людей выглядеть лучше, оно дает о себе знать. Да, сначала люди приходят для того, чтобы просто иметь красивое тело, да, у них запрос на эстетику, но потом они понимают, что физическая активность, спорт, это нечто большее. это не только про тело, это про хорошее самочувствие, про хороший сон, соответственно, это больше стрессоустойчивости, это средства саморегуляции, это хобби, это любимое занятие, там у них уже свой такой кружок по интересам образуется, свои какие-то друзья из зала, и естественно, качество жизни, и вообще, в общем, все повышается, спорт дисциплинирует, без дисциплины мы не достигнем каких-то спортивных результатов, соответственно, да, мы начинаем с дисциплины там, и эта дисциплина потом на остальные сферы жизнедеятельности накладывается уже сама по себе. А как вы мотивируете себя? Раньше это была мотивация, опять же, иметь красивое тело, а сейчас мотивации нет. Я честно могу сказать, сейчас есть дисциплина, есть процесс, который очень нравится, мотивация, это такая история, которая может улетучиться, сегодня она есть, вот прям сейчас в эту минуту, а потом через пять минут все, какие-то факторы стрессовые там, да, и все, мотивации нет, она улетучилась. И здесь вопрос именно в дисциплине, в самодисциплине, и лучше всего это работает, когда процесс, которым ты занимаешься, да, с целью получения какой-то, с целью достижения какой-либо цели, когда этот процесс идет по любви, когда тебе нравится, что ты делаешь, тогда и мотивация, в принципе, не нужна. А как вы мотивируете своих подопечных? Это же тоже немаловажный аспект. Это вообще немаловажный аспект, на самом деле, здесь каждому человеку, на самом деле, свой подход, некоторые приходят в зал, именно они не хотят идти в зал, у них есть какие-то вопросы, какие-то проблемы, возможно, с самооценкой или еще с чем-то. Каждый человек разный, тут еще включается немного работа психолога, и здесь мотивация для каждого своя, у кого-то ты хвалишь, кого-то ты, наоборот, где-то немножечко ругаешь и говоришь о том, что ты можешь лучше, ты можешь больше, но больше всего вот к взрослым людям, то, в принципе, и к детям подходит именно похвала, когда ты положительные стороны процесса им доносишь. Ну, наверное, в такие моменты появляется, меняется самооценка и работа над собой. А если мы достигли где-то в зале там, да, чего-то, то есть, да, вот он ходит уже месяц, но ты же ходишь месяц, да, целый месяц зал, у тебя есть маленькие результаты, значит, ты дисциплинирован, значит, ты можешь, у тебя растут рабочие веса. Если ты достиг где-то здесь, значит, ты можешь достигнуть где-то еще в другом месте, это твое достижение, это ты сам сделал, соответственно, конечно, это дает такой бальзам на душу, скажем так. Были ли у вас переломные моменты, которые, вот, в которые хотелось все бросить и закончить? Да. Как вы с этим боролись? Такие моменты были, безусловно. Я не могу сказать, что я с этим боролась. Я просто делала одно, одни и те же практически действия на протяжении долгого времени, что в итоге привело к результатам, к определенным, именно к большему такому становлению для меня в новой деятельности. Все-таки тренерство для меня это новая деятельность. И когда тебе нравится то, чем ты занимаешься, ты не хочешь это бросать, даже если не получается, это будут одни и те же действия изо дня в день, как и в достижении формы, как и вообще в принципе в любом другом поприще. Ты просто делаешь, 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 и со временем все равно это будет результат. Если это не твое, то что-то тебя от этого уведет все равно. Главное все-таки брать и делать. Напомним, у нас в студии была Валентина Москаленко, фитнес-тренер. Спасибо большое, что пришли.